В подвале грязь и слякоть. Жильцы пяти корпусов в доме номер 13 по улице Лопатина в Коврове рассказывают, еще пару дней назад здесь было настоящее море. В начале сентября сотрудники Вадимир Теплогаза поменяли старые отопительные трубы на новые. Они, по словам людей, скоро потекли. Жильцы уверяют, за пару часов вода достигла ступеней. Я диспетчеру нашу, потом позвонила в МЧС. Заявку у меня приняли и там, и там. Все скажут, ждите, передадим. Сколько-то времени прошло, тишина, никого нет. Через несколько часов коммунальщики привезли насос, но работать не стали. Подвал был. Снова наполнился водой. Вечером на место доставили две помпы для откачки. Вода из подвалов ушла, а грязь осталась. Очень много грязи в подвале. А в четвертом корпусе, вроде мне вчера сказали, что там еще по щиколотку воды, а в пятом вроде еще больше. У всех сейчас осень, все свезли картошку в подвалы и, собственно говоря, она, можно сказать, пропала. Жильцы готовят жалобу в надзорные ведомства. Коммунальщиков просят, чтобы те изолировали трубы, а ямы закопали, прежде чем их размоют. Осенние дожди потом в подвалах повторится. Одной из причин ЧП жильцы считают работу дорожников. Два года назад рядом с домом положили новый асфальт. Поднимают уровень дороги, поднимают уровень тротуара, а во дворах остается уровень старый. Ну, ребенку понятно, что вода стечет оттуда, где выше, туда, где ниже. Я выбегаю, говорю со строителями, говорю, что же вы делаете? С руководителем разговаривал. Вы ничего не понимаете, вы не разбираете. У нас проект, мы все знаем, мы все учтем, мы все сделаем. По словам жильцов, после потопа двор посещали представители Ковровской администрации Владимир Теплогаза. К какому решению пришла комиссия, неизвестная, но теплоснабжающая компания дала губернии 33 оперативный комментарий. Причиной затопления совершенно точно не может быть утечка на новом трубопроводе. Он полностью смонтирован и герметичен. Реальных причин две. Чрезмерное количество осадков, выпавших в воскресенье 6 октября, и особенности рельефа местности в конкретном микрорайоне. Данные дома находятся в низине, и большой поток воды через фундамент дома и незаделанные технические отверстия затекал в дом. Сейчас работы прокладки труб завершены. Осталось лишь благоустроить территорию и положить новый асфальт. Вместе с администрацией, отделом чрезвычайных ситуаций города, Владимир Теплогаз обустроит у дома ливневку. Что стало настоящей причиной подтопления? Несправность труб и лиховатность управляющей компании предстоит выяснить прокуратуре. Екатерина Зинурова, Евгения Волкова, Константин Миронов, Олег Маньков. Губерния 33.